Мир держится на учителях. Под таким девизом прошло открытие 9-го республиканского конкурса классных руководителей. Педагоги, которые прошли районные этапы конкурса «Самый классный классный», собрались сегодня в Чебоксарской школе номер 40. В отборочном заочном туре заявили о себе более 30 педагогов из всей Чувашии. Каждая из них стала лучшей в своем округе. Эксперты конкурса оценили программы их работ и выбрали 20 лучших. Они сегодня вышли на сцену актового зала Чебоксарской школы номер 40, и им предстоит побороться за звание самого лучшего классного руководителя. Очень хочется, чтобы классные руководители, как связующее звено между учителями-предметниками, между родителями и учениками, были проводниками, были родителями вот этого чувства справедливости. Обращаясь к жюри, заместитель министра образования и молодежной политики Светлана Петрова попросила обратить внимание на образованность, интеллект, понимание вопросов обучения и воспитания личности, а также осознание того, что быть учителем – это достойно. В числе конкурсных заданий – внеклассные мероприятия и методический семинар. Лауреат конкурса классных руководителей прошлого года Ольга Физер делится. Самой сложной задачей было провести классные часы. Детей мы не знали, вели мы классные часы с классами, в которых мы не преподаем и не являемся классными руководителями. И, конечно же, это потребовало от нас, как от классных руководителей, от меня лично, определенных усилий, определенных стараний. Было действительно нелегко. Участники республиканского конкурса находят такие мероприятия полезными. Здесь можно не только показать себя, но и перенять опыт своих коллег. Я думаю, что этот конкурс лично для меня даст какой-то толчок, толчок именно внутренний, для того, чтобы еще лучше работать в школе. В финал республиканского конкурса «Самый классный классный» пройдут пять педагогов. Им предстоит показать себя в открытой дискуссии 11 апреля. Тогда же и назовут имя самого классного – классного Чувашия. Оксана Замятина, Евгений Анисимов, «Республика».